Всем привет! Отвечаем на вопрос подписчика Обязательно ли для сего продвижения ставить в статьях ссылки на главную страницу и на продвигаемые разделы? Действительно, часто используют такую методику внутренней перелинковки, так называемой, когда страницы сайта друг на друга ссылаются не только автоматическими блоками, ну, менюшкой, например, хлебными крошками, еще чем-то, а ссылаются еще и ссылками внутри текстов. То есть вы пишете какой-то текст, какую-то статью на сайте и хотите этой статьей усилить какую-то коммерческую страницу и ставите оттуда ссылку. Это, на самом деле, неплохая методика, которая раньше давала довольно существенный вклад в продвижение страниц. В принципе, все методики перелинковки внутренней и в том числе вот это давали гораздо больше вклад, чем сейчас. На данный момент такая работа в небольшом объеме практически ничего не дает, к сожалению. То есть если вы хотите заметно увеличить позиции своего сайта, рубрики своего сайта по каким-то запросам и просто вы написали статью и поставили оттуда ссылку на раздел продвигаемый, в большинстве случаев вам вообще это ничего не даст, то есть это не даст плюсов в позициях. Иногда даст, иногда вам может повезти или эта страница может оказаться достаточно сильной для того, чтобы дать эффект. Что можно сделать, чтобы усилить этот эффект? Можно прокачать эту страницу. То есть вы, помимо того, что ставите ссылки и всячески усиливаете продвигаемую страницу, вы можете прокачивать те информационные статьи на вашем сайте, которые ссылаются на продвигаемую страницу. То есть вы пишете крутую статью, лучшую в своей теме, отвечающую лучшим образом на вопрос среди конкурентов, и эту статью всячески промоутируете, то есть вы всячески ее распространяете по своим соцсетям, по профильным сообществам, кидаете ссылку на нее на каких-то на форумах и так далее, ну по делу, разумеется. И туда идет трафик, люди читают эту статью, и часть этих людей будут кликать по этой ссылке. И, во-первых, часть из них будут покупать, если вы все правильно сделали. А во-вторых, вот этот трафик с этой статьи, то есть эти люди, которые будут кликать по ссылке, вот сама вот эта механика будет давать усиление продвигаемой страницы и будет растить ее в поиске. Единственное, что это довольно хлопотный процесс, и если вам есть еще чем заняться в плане продвижения, то, ну, скорее всего, эту работу я бы отложил. То есть я бы отложил, когда на сайте уже в целом будет все в порядке, уже будут хорошие тексты, хорошая ссылочная масса, хорошее поведение пользователей, хорошие коммерческие факторы и так далее, и так далее. И вот потом уже можно заниматься вот такой точечной внутренней перелинковкой, когда вы ставите ссылки на продвигаемые разделы. И еще один момент, который хотел бы затронуть, это когда вы ставите вот так вручную ссылки, то вы же их ставите не только на самые популярные разделы, а вы их ставите еще на какие-то редкие разделы, на какие-то теговые страницы, иногда даже на страницы товаров. И так как у вас проект живой, он у вас будет, ну, он у вас меняется, и у вас добавляются, и убавляются страницы на сайте. И в результате этого процесса ссылки, которые вы раньше ставили на страницу существующей, они могут стать, ну, они могут пропасть, и ссылка будет битая. То есть кликая по ссылке, пользователь попадет на ошибочную страницу, то есть скажет, такой страницы нет, пользователь расстроится, поисковик это заметит, рано или поздно будет расстраиваться, что вот пользователи у него не удовлетворены. И это будет не только не помогать, но и мешать вашему продвижению. Поэтому, когда вы используете такие ссылки на своем сайте, вам придется регулярно проверять свой сайт на битые ссылки, ну, прогонять любым краулером, надпик спайдером, скримин фрог спайдером, проходить по сайту и смотреть, а не появились ли битые ссылки на сайте. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, и пишите комментарии под этим видео, приходите на мастер-класс, будет совсем скоро, ссылка на него в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok